Мы с вами уже два месяца подряд в каждом выпуске говорим о политике, гадаем, как изменится наша с вами жизнь, в зависимости от того, кто займет главное кресло в правительстве. Ну и если откровенно, в начале эта тема еще вызывала интерес, все гадали, кто будет премьером, потом усталость, и теперь так вообще раздражение, причем не только здесь, в Украине, но и на Западе. Вот об этом мне откровенно сказал, к примеру, бывший посол США в Украине Джон Хербст, его интервью тоже будет в этой программе. Но вот теперь, пожалуй, все-таки финишная прямая. Названо имя Владимир Гройсман, назван дедлайн, президент сказал, что Рада должна утвердить новый состав правительства до 29 марта. И похоже, депутаты тоже понимают, пора принимать решение. Ну, в принципе, это все вам известно из теленовостей, но вот когда именно в монументальном здании на Грушевского сменится власть? Как сам Гройсман видит свое будущее? Каким он будет премьером? Кого возьмет в свою команду? Вот все это давайте узнаем просто сейчас в прямом эфире. Владимир Борисович Гройсман к нам подъехал в студию. Вечер добрый, приходите, пожалуйста. Владимир Борисович Гройсман, дякую, что приехали, потому что очень много вопросов до вас. Витаю. Витаю, дякую, что приехали. И знаете, главное вопрос сейчас. Ну, окей, президент сказал про то, что его бачение, его желание, его прохание, что уряд должен быть подтвержден на наступном тижне. Это будет уряд Гройсмана? Это уже решено вопрос, что вы человек, который осуществляет новый уряд? Дякую за вопрос. В первую очередь хочу приветствовать всех христиан, которые сегодня святят прекрасные светлые святы Великой Дни. Хочу всем побожать добра, здоровья, успехов и благополучия. Я думаю, что в такие святы мы еще раз замисляемся на нашем будущем. И на самом деле, влада тогда эффективна, когда она принимает очень быстрые и четкие решения. Ни для кого нет секрету, что мы сегодня находимся в такой глубокой политической кризе. Но эту кризу спровокировала, напевно, то, что люди чувствуют сегодня достаточно серьезную депрессию. И, фактически, сегодня люди живут в достаточно агрессивном средове, яку бы сферу жизни сегодня не торкнули. Есть огромные проблемы, которые нужно очень быстро решать. И когда, наверное, из экранов телебачения про то, что в Украине происходят реформи, мы можем говорить про это десятки разов. Но когда люди не чувствуют качество и эффекты этих реформ, это вызывает серьезную недовіру. И, фактически, сегодня все, и президент, и парламент, имеют соответствующую реакцию украинского общества. И поэтому нужно быстро решать, которые все очень хорошо понимают. И как сами вы решили? На следующем неделе какие решения вы решили? Я на минулом неделе в четверг собирал коалицию, в которую входило пять фракций, и мы говорили про то, как выйти из кризи. На самом деле, было несколько вариантов. Первый. Чи можем мы формировать подальшую коалицию на співпрацю с этим урядом. Фактически, все четыре фракции из пяти сказали про то, что это невозможно. И нам нужно сформировать, обновить коалицию. А четкий план действий, выход из кризи, которая есть сегодня, и формирование нового уряда. На самом деле, я вважаю, что агрессивное средство, которое мы с вами, как я сегодня сказал, и та депрессия, вона викликана абсолютно зрозумимыми и побутовыми речами. Куда бы человек сегодня не обратилась, она имеет соответствующие проблемы. Отдать ребенка в детский садочек, есть проблемы, потому что нет места, або требуют хабарь. Нужно пойти в лекарню и получать определенную услугу – это невозможно. Катастрофичное падение занятости населения. В экономической сфере, в заработных платах, в пенсиях есть очень много проблем. А увеличение постоянных цен потребует адекватного реагирования влады. И поэтому люди сегодня находятся в таком агрессивном средстве, что вводят их в депрессию. И таким образом мы зайшли в политическую кризу, причиной, которая, напевно, не качественное управление. А можно поговорить сегодня про парламент. Парламент принимает решения, которые нужно выполнять. И я думаю, что ответственность тех, кто принимает решения, она достаточно высокая. Но нужно не только принимать решения, а нужно их впроводить в жизнь. И от того, насколько быстро мы сможем перезавантажить коалицию, перезавантажить уряд, сфокусироваться на реальных задачах, которые стоят сегодня, будет зависеть, если мы сможем вернуть веру людей и дать им понимание того, что в будущем Украина будет идти верным шляхом. А ваше видение, насколько быстро это будет? То есть, следующий неделю решение, роби контакты, когда изменится уряд, когда появятся новые люди? Я думаю, что нужно было анализовать ситуацию и 3 месяца назад, и 5 месяцев назад, про то, куда мы идем. Поэтому, вы понимаете, что, ну, всегда говорят, да, про то, чтобы сделать позитивные изменения, нужно, чтобы критичная масса людей захотела этих изменений. А теперь давайте уявимось себе, какая у нас критичная масса сьогодних проблем в украинском суспільстве. З встречаемся с шахтарями. В шахтарях проблемы величезные. З встречаемся с лекарями. У лекарей величезные проблемы, и эти проблемы не решаются. В освещении много вопросов, которые не связаны, и тоже они загоняют всех в депрессию. Если мы беремо занятность, про которую я сказал, мы имеем падение. Если мы говорим про пенсионные фонды и про все другие, у нас есть там дефициты, которые нужно покрывать. А вместе с тем, когда я проводил четвертую раду с керевниками фракций, я сказал про то, что лучший план действий, который есть на сегодня, это коалиционная угода, которая была подписана 5 фракциями. Над ней работали больше месяцев, чтобы эта коалиционная угода сформировалась, как реальный план действий по реформированию нашей страны. На самом деле, это нужно делать. И, безусловно, сейчас вопрос стоит не про то, как изменять этот план, а насколько эффективно его используют. Кроме этого, посмотрите, страна находится в достаточно жахливом состоянии. А что надо формировать? Если говорить даже про тарифы, все знают, что сегодня та же соседняя Беларусь, она их снизила. Если говорить про мораторий на землю, если говорить про какие-то очень принциповые вещи, которые... Для вашей речи нужно говорить с общественностью и принимать ответственные решения. Очень важно, чтобы новая коалиция или новый уряд, если он будет созданный, он не был популястичным. Чтобы он был уверен со своими гражданами. Когда есть уверенный конструктивный диалог, люди всегда понимают. Если люди чувствуют, что ты правый, что ты борешься за то, чтобы стало лучше, тебя люди всегда поддерживают, даже тогда, когда это будет на первом початке болезненно. Мы обговорювали вопросы, связанные с антикризовым планом действий. В кого есть сегодня сумнение в том, что Украина находится в кризе? Ни в кого. Поэтому, наряду с тем, что мы имеем коалифицийную угоду и мы имеем много позитивных позитивных сделать, мы имеем и антикризово действовать. На самом деле, мы говорим про наполнение до бюджета. Это выплаты всех социальных, это выплаты в бюджетной сфере. У нас сегодня резервы в митнице, если поделать коррупцию, автоматизировать определенные процессы, от 20 млрд и выше, возможно, уже в другом певречи, наполнить бюджет. Это бюджет пенсионного фонда, в котором не хватает в этом году 80 млрд. Это деньги, которые идут позабюджетом, но и годуют коррупцию. Возьмемо то же самое вопрос о податках. Возьмемо вопрос о социальных фондах, в которых есть огромные резервы, которые, возможно, потратить на увеличение уровня жизни людей. И это абсолютно объективно. А есть возможность тарифы не подвищать? Те, что Батьковщина просит? Те, что касается тарифов. Тарифы должны быть экономически оборудованы, и мы про это говорили с Батьковщиной. Но самое главное вопрос сегодня у общества, насколько доверять этим тарифам. И я считаю, что влада должна быть зацикавлена в том, чтобы все открыть буквально до одной копейки, чтобы люди понимали, что такое тариф, как информация, и сколько вартости того или иного природного ресурса, за который нужно платить. И самое главное, что должен быть ответственный уряд, ответственная позиция и тот, кто может взять на себя ответственность. Я сказал своим коллегам, что, друзья, мы можем формировать новый уряд, если вы придете сгодой до формирования новой коалиции. Если вы будете вважать, что вы можете мне запропоновать эту позицию, я чувствую свою ответственность, и я готовый взять на себя свою ответственность. На вопрос, если я хочу быть руководителем уряда, вы знаете, желание – это справа десятая. Чи могу я спорить с этим заданием? Я считаю, что так. Я считаю, что я сумленно буду делать то, что сегодня ожидает общество и в чем потребует государство. Но это не моя самая цель. Самая цель у меня единственная. Чтобы мы в рамках парламенту и уряда, який бы он не был, взяли на себя ответственность и не рассказали про то, что все очень хорошо. А очень конкретно начали решать, строить дороги, строить новые рабочие места, решить вопросы фермеров, помогать вылезти из той ямы, где сегодня находятся шахтеры. Это все возможно. И мои встречи с экспертом, мои встречи с представителями цих сфер дают понимание того, что это возможно реально сделать. И поэтому я не понимаю позиции, что пересидем, как-то оно перемелится. Я несколько месяцев назад сказал про то, что мы заходим в глубочинную политическую кризу, которая вызвана ремнем жизни и доверия украинцев и доверия к владе. Сейчас я хочу подкрасить, никто не сможет пересидеть ту кризу, которую сегодня чувствуют люди. Я много общаюсь с людьми, общаюсь с мажоритарными кандидатами. Вот только депутат до меня заходит, сидит, разговаривает, я говорю, как в тебе в окружении? Он говорит, караул. Сегодня влада дожилась до того, что не может выйти на улицу, потому что величезная агрессия по отношению к представителям этой влады. Поэтому я считаю, что лидер реформ уряд, уряд має быть эффективным, профессиональным. И уряд має спираться на поддержку не популястичной, а реальной коалиции, которая обеспечивает реформу. Я уверен, что до конца года, возможно, добиться статистой позиции, из которой мы можем обеспечить статистическое развитие национальной экономики, как следствие решения многих вопросов. Когда вы сказали, что я не буду премьер-міністром уряду лузерів, что вы мали на увазе? Вы имеете на увазе, что Кабмин має быть докоренно оновлений? Что могут быть изменены эти обличия все? Я думаю, что нужно всем дать по заслугам. Очевидно, что когда уряд отримает величезный 247 голосов незадоволенä работой, или вызнанä работой незадовольной, это означает, что много есть направлений в сфере деятельности уряду правильных. И тут нужно делать изменения. Но очень важно, чтобы уряд, который будет сформированный новым, я уверен, что это уникнуть невозможно. Это очевидно. Он должен получать, соответственно, надежду от общества, что он может реализовать свои планы. И он может адекватно реагировать на запросы украинцев. Это люди, которые должны получать такую общественную доверие. Я называл это название. Призвища абсолютно людей новой формации, которые способны брать на себя ответственность, которые способны проводить изменения. А вы можете сейчас сказать, на кого вы рассчитываете? Я сказал про министра финансов, вице-премьер, если бы это было возможно, уже есть предыдущая сгода, Иван Миклаш. Это реальный практик реформ Словаччины. Вице-премьер-министр, министр финансов Словаччины, который много лет занимался перетворением Словаччины на современную европейскую страну. Иван Миклаш, мне бы с ним работать было бы за честь. Юлия Ковалев, яка сьогодні працюет первым заступником министра экономики, очень качественный фаховец. Максим Ніфьодов, який працюет в экономике, это команда, запустила прозорую программу, яка заощаджує кошти державного бюджета при державных закупивлях и борется с коррупцией. Это Дмитро Шимків, это Ивана Климпуш-Цинсадзе. Это новые люди, которые могут взять на себя ответственность и веру и правду пахать. Больше ничего не нужно. Нужно постоянно працювать над результатом. Я считаю, что мой предыдущий опыт работы, я все-таки 8 лет был мером и двое выбирался, даст мне возможность найти ту дверь, которую нужно открыть, для того, чтобы Украина начала рухаться в направлении не загострения политических и экономических, а наоборот, на шляху развития. Если это будет нужно с позиции спикера, я буду это делать. Но я точно знаю, что я не буду сидеть на месте и смотреть, как сегодня и дальше края котится в прерву. Надо вырвать людей из депрессии, которая, так или иначе, если это не сделать, перерастет в агрессию. Надо дать людям шанс и возможность на то, чтобы они поверили. В нижней стране света, возьмите мапу света сегодня, посмотрите, покажите мне хоть одну страну, в которой бы украинец чувствовал себя так, как может чувствовать себя в Украине. Ни-де. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня перетворили помилки, которые мы, напевно, все сделали, перетворить помилки на очень частый анализ и новый план действий. И план действий не может быть через 5 лет. Мы можем через 5-6 лет достигнуть уровень жизни и жизни, ну, возможно, немного выше, айтишниками. Они сегодня работают 5 миллиардов для Украины. 5 миллиардов. Они до 2020 года могут втрече увеличить этот направление. Это 15 миллиардов долларов может работать на национальную экономику. Надо перетворить систему занятости, которая сегодня стимулирует безработище, на создание новых рабочих мест. Надо создать правила податковые, регуляционные для бизнеса, которые не кто бы не изменил 5 лет. Они этого ждут. Они ждут сегодня правила, которые позволят им инвестировать и создать новые рабочие места. Надо дать по рукам беспредельщикам, которые ходят в погонах и напрягают бизнес. Это нужно сделать абсолютно публично и жестко. Я считаю, что здесь нет что-то такого, что может претендовать на Нобелевскую премию. Это очень реальные кроки. Надо начать строить качественно дороги, не красные на них, а качественно строить коридоры, по которым будут ездить наносить нам доход. Треба врешті-решт сделать несколько вещей в охране здоровья, чтобы люди, которые имеют сердцево-судинное заболевание, не умирали. Мы сегодня имеем по сердцево-судинным заболеваниям первое место по смертности. Люди в Европе, в свете живут с такими хворобами, как в Украине, а человек выходит на пенсию в 65 лет. В 66-67 мое уже помирать. Это несправедливо. Можем сейчас интенсивно строить детские садочки, чтобы ребенку взять и дать ей возможность навчать сегодняшний день. И это все можно делать? Для того, чтобы это все реализовать, нужна поддержка коалиции. И сначала формуется коалиция у всех, знаете, как политики говорят, извините на слове, свои хотелки. А потом уже пропонуют премьера, затвердят премьера. Вы говорили с лидерами коалиционных фракций. Они готовы вас поддерживать? Я могу делать только то, про что я сейчас сказал. Они не будут руки выкручивать. Я могу развивать спільно с командой однодумцев в уряди в коалиции. Я могу докладаться для развития страны. Я не буду ни кандидатом в премьер-министр, ни чиновником, який похотелком. Похотелком это не до меня. Я могу добросовестно делать свою работу. И я считаю, что это принципово важливое. Я сказал про садочки, я сказал про лекарню, я скажу вам про Ахмадит. Ахмадит можно за речи завершить до конца наступного года, можно даже завершить его строительство и сдать в эксплуатацию. Это лекарня, которая строится десятиречами. Это можно сделать? Я глубоко уверен, что так. И много других вещей, которые потребуют негайного втручания и решения. Больше того, это нужно сделать не из горы высоких киевских кабинетов, а вместе с мерами, с городами, с сельскими радами, с областными радами, с областными администрациями. Мы должны все объединяться. Одна должна быть идея. Украина успешная страна. И тогда мы сможем это сделать. Это конкретные, реальные вещи, которые не потребуют, я еще раз наголошу, никаких премий Нобелевских, которые нужно делать каждого дня. И все будет налагодживаться, и люди будут чувствовать, что влада в принципе понимает, чем они живут, где у них есть проблемы, и начинает их решить. У тех, кто нас сейчас смотрит, просто есть вопрос, почему это все не было сделано раньше? Я думаю, что это все ошибка. Я уверен в этом, что это была недооценка того, что нужно сделать. С одного боку, нам нужно бездаганно сегодня взаимодействовать с Международным валютным фондом, выполнять ряд речей, которые будут реформировать страну. Но только это недостаточно. Нужно в десятки разов сделать сегодня больше, потому что много времени втрачено, чтобы Украина вошла на совсем другой уровень экономического развития. Когда я говорю про садочки, я понимаю, что такие садочки, я их строил. Я понимаю, что такие школы, я понимаю, как их нужно создать, как они должны быть наполнены с местом. Мы все имеем детей. Уявите себе, если ваша дитина или моя дитина не попала в детский садочек, то есть в ней будет другий шанс, а не попала, потому что дорослые недологи. Чи в ней будет другий шанс поотримати дошкольного освіту? Николи. А если она не попала в комплектную школу, где ее будет выкладывать дисциплины, она может быть конкурентной и попала в высшую навчальную закладку и получать свою специальность? Ни. И кто этой дитине даст следующий шанс? Никто. Это один раз в жизни, и мы должны как дорослые это понимать. Это же самое касается профтехосвита. Мы формуем производительные специальности на уровне профессионально-технической освяти на технологиях 50-60-х годов. Скажите, будь ласка, эта дитина, которая закончена профтехучилища, она будет конкурентной? Нет. Она может претендувать на качественное рабочее место и зарплату? Нет. Потому что ей нужно приходить на производство и там еще раз перенавчаться для того, чтобы быть конкурентной. Таких вопросов масса. И я хочу подкрасить, если мы не понимаем, что эти десятки проблем, которые имеют критическое значение, не будут решены, проблем будет все больше и больше, а наставь в общественной будет все гирже и гирже. Украина этого не заслуговывает. Дякую за разговор. Я почув, что, в принципе, если это будет коалитейный уряд, не технично, как сказали, то все равно это будет уряд, который будет заниматься конкретными справами. У него нет шансов. Иначе быть не может. Дякую за разговор. И пообещайте, что когда затвердят, первое интервью будет нам уже в якости премьер-министра. Неважливо, когда затвердят. И если кто-то думает, что посада это самотель, я таким людям просто не зазву, потому что уважаю, что они их вороны. Посада это инструмент. Неважливо, яка. И мы можем тут быть объединены. Дякую еще раз. Дякую за разговор. Дякую. Владимир Гройсман был в нашей студии и говорили мы о том, что случится в Раде на следующей неделе. Но в любом случае, вот возможное назначение нашего сегодняшнего гостя это будет результат договоренности между фракциями.